Так, добрый день, дорогие друзья, всем добрый, добрейший, веселейший, прекраснейший день. И, значит, мы с вами продолжаем изучать Тору. Сейчас я включаю трансляцию на Ваикра в Телеграме. И мы начинаем видеочат. Надеюсь, что сегодня видео у нас все-таки получится. А ну-ка мы смотрим. Вот, сегодня видео получится. Значит, и, значит, сейчас мы, название, жизнь Сары, глава жизни Сары, шестой, седьмой день. Шестой, седьмой день. Отлично. И запись трансляции, записывать видео, значит, записывать видео, все понятно, начать запись. И сегодня у нас есть и видеокартинка, и у нас есть сегодня же и аудиозвук в Телеграм-канале. Поэтому советую всем перейти в Телеграм-канал и смотреть там. Почему? Потому что Фейсбук классная, прекрасная платформа, но Телеграм сейчас это то, что развивается. Знаете, как жизнь так устроена, что что-то приходит, что-то уходит, что-то сильнее развивается, что-то... И жизнь Сары, это как раз глава, когда Сара умерла, Ицкак женился тут же на рифте, это его. И вот сейчас мы пришли к шестому отрывку, шестой отрывок, что и Авраам тоже, после того, как женил сына, он женился сам второй раз. И мы здесь видим такую интересную вещь, есть законы, целые законы. Во-первых, есть закон, плохо человеку быть одному, человек должен жениться, человек должен быть женат. И так Всевышний прямо этот мир устроил, что он специально, он мог бы сделать, как вначале у него была первая такая была тестовая попытка, он сделал человека, в котором одновременно было и мужчина, и женщина, да? То ли они в разные стороны смотрели, была голова в две стороны, как сиамский мудрец, сиамский близнец, то ли как-то по-другому он сделал, но что? Ну, человек был человек, вначале мужчина и женщина сотворил их, написано. То есть он был такой вот... Процесс ни в коем случае прерывать нельзя, ни в коем случае. Ни у кого нет права прерывать этот процесс, который Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. Поэтому, если у мужчины, например, умерла жена, как у Авраама, что он должен сделать? И вот здесь вопрос, если у него есть сын, которого уже больше 20 лет, его нужно женить. Он должен вначале заниматься тем, чтобы женить своего сына, чтобы было продолжение его рода дальше. Дальше. Найти жену сыну – это заповедь, которая лежит на отце, и отец должен приложить к этому усилия. Второе. После этого он должен жениться сам. И вот Авраам женил Ицхака, и читаем дальше. Написано «И добавил Авраам, и взял он себе жену по имени Ктура». Значит, говорят нам устные оторо-комментаторы, что имя Ктура переводится... Есть два варианта. Есть Кторыт. Кторыт – это воскурение. Это воскурение в то время... Сейчас тоже воскуряют. Кто-то табак курит, кто-то еще что-то там воскуряет. А в древнем мире воскурение – это было... А, в Телеграме нет звука. Извините, пожалуйста. Все, в Телеграме... Все, сейчас есть в Телеграме звук. Ой, ну, значит, как же меня слушали без звука, интересно. Как воскурение. Воскурение. Есть одна буква, Ктура. И Р буква есть. И второе – Кэшер. Кэшер – это на армейском языке Кетер – это узел. Значит, уст наторо объясняет ее имя двумя... Двумя... С двух сторон, да? Это воскурение, что она воскуряла в благовоние для служения Всевышнему, да? А Кэшер – это... Есть такая версия, что это была Агарь. Что она ждала Авраама все эти годы. И что она надела на себя пояс верности. Что она не... То она как бы завязала на себе этот пояс верности Ктура... Агарь. И она, значит, ни с тем после Авраама не жила. Ни за кого замуж не вышла. И Авраам к ней вернулся и на ней снова. Есть такая версия. Но Малбим и очень много мудрецов, они эту версию не принимают. Говорят, что Ктура – это Ктура, Агарь – это Агарь. И доказывают это из следующих отрывков. Мы сейчас посмотрим, откуда они это доказывают. Значит, взял он себе жену. Так вот, царица Савская, а это как раз было из государства, которое основал Шва, сын Ктуры, внук Ктуры, получается, и внук Авраама. Царица Савская, она пришла потом к царю Соломону. И второе название, которое нам очень знакомо – Бней Медьян. Медьян – это медьянитяне. Это были, помните, когда Юсефа продали в рабство, были медьянские купцы, которые везли благовония. И тут мы видим, что Ктуниями потом на протяжении всей истории они торговали. Значит, и дал написано, вот тут самый такой отрывок, который больше всего любят мистити. Мистити просто от этого отрывка, они просто от радости, ну просто они прыгают до потолка от радости. Какой следующий отрывок? Это еще не то. И дал Авраам все, что было у него Ицхаку. Все имущество, благословения, объясняет устная Тора. То, что он получил от Бога, вот эту вот самую большую связь со Всевышним, все это он передал Ицхаку. У Любнея Пилакшим и сыновьям наложниц в множественном числе. И отсюда доказывает, что Ктура это Ктура, а Агарь это Агарь. Потому что написано сыновьям наложниц, да? Была Агарь, это была рабыня Сары и наложница Авраама. И Ктура, она тоже была наложница. Так вот, сыновьям наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам матанод. Дал он им подарки. То есть, он им дал подарки, значит, говорят, что то, что он получил от фараона и то, что он получил от Элемелыха, он не хотел суть этим пользоваться. И он это отдал им, чтобы у него было только то имущество, которое он получил от Бога, которое, знаете, как Яков потом же, дела отцов, знак для сыновей. И Яков, когда Лаван ему сказал, какая твоя плата, он ему говорит, мне от тебя ничего не надо, вот есть овцы. Значит, скажи, какие новые овцы, которые будут рождаться, будут мне. Скажешь, пятнистые, значит, пятнистые. Черные, черные, белые, белые. То есть, давай уже, чтобы было у меня все, что мое от Всевышнего, а не от тебя. И вот Авраам тоже, говорят, Устная Тора, что он отдал сыновьям Пелакшим Матанод, подарки, которые он получил от фараона и от Элемелыха. И еще вот эти вот Матанод, говорит нам Устная Тора, что Матанод, который он им дал, знаете, что это было? Вот эти вот Матанод, которые он им дал, это было Шем Тума Масарлаем. Им имена, Тума это как Мадия, нечистая сила, дал он им. Значит, он им передал все свои знания астрологии, магии, защиты от магии, то есть, все, что он знал о том, как работает этот мир и как на него влиять, он все передал это вот этим сыновьям своим, от Ктуры и отослал их на Восток. И теперь мы смотрим Индия, например, да, великая индийская культура, которая, главное у них в этой культуре, знаете, как называется и в религии? Брахманы. А как они раньше назывались? Абрахманы. То есть, сыновья Абраама. То есть, то индийское знание, которое пришло в Индию, все эти ведические там штуки, все это знание о том, как работает мир, это было от сыновей Абраама, от Ктуры. И те люди, которые пришли потом на Тибет, вот эти все-все-все знания, которые были, это от Бнэй Ктура. Абра. Теперь Пифагор. Оказывается, Пифагор и Платон и все вот эти греческие философы, они что же у кого-то учились? И вот мы теперь видим, что главным источником знания в Абоде о духовности, о духовном мире был кто? Авраам. Авраам, он был на то время самый такой вот продвинутый, он знал о духовном мире все, что вообще только есть в духовном мире. Но он решил так, что я передам Ицхаку благословение Всевышнего и просто простая, понятная вера в Бога, молитва и без всяких вот этих колдовств, евреям запрещено, колдовство, мадия, ясновидение, вот эти все вещи евреям запрещены. Можно просто молиться Богу и выполнять заповеди, все, только в чистом виде. Вся вот эта вот йога. А те, которые на Востоке, есть такая система трансцендентальная медитация. Вроде медитация, поэтому медитация запрещена. Почему? Они говорят, давайте помедитируем и дают слова мантры, на которые надо медитировать. А оказывается потом, что это все идолопоклонство, это все имена всяких бадин смерти, разрушения, демоны такие, демоны такие. И они, людей, вот эти трансцендентальная медитация, вводят этим образом в идолопоклонство, абсолютно как бы не сообщая, куда они их вводят. Это все как раз вот для мистиков, что корень всего это был Авраам. Значит дальше, что было? Он их отослал, чтобы они не были рядом с Ицхаком, чтобы они с ним никак не взаимодействовали, все. И вот дни, годы жизни Авраама, которые он жил. Значит здесь в этой фразе тоже Уснатора нам говорит, почему так странно написано. Вот дни, годы жизни Авраама, который жил. Что значит который жил? То есть вот дни, годы жизни Авраама, который жил. Значит, в итоге, когда человек проходит свой жизненный путь в материальном мире, у него остается то, что в остатке от всего этого, да, только то, что он соединил с духовностью. Только там, где он жил духовной жизнью, там, где он помнил о Всевышнем, делал заповеди. Только это может с ним остаться на вечность. Теперь Авраам, который не сразу с детства он был, знал о Всевышнем, у него получилось, что в итоге, он вначале, он изучал все эти мадии, дал поклонства и так далее. Потом он дошел до веры в Бога. Потом он уже учился у Шема, у Эвера, которые знали о Боге, которые, Шем еще он прошел потоп, то есть он был сыном Ноаха. То есть Авраам, он нашел настолько путь к Богу, что он, вся его жизнь, он ее жил. То есть и получилось, что он перепрожил даже то время, которое он не был с Богом. Он сделал шувура, это как бы раскаяние, то есть он все эти годы тоже присоединил к своей духовной жизни. И что? Сколько всего у него было лет? Во сколько он умер, кто знает? Ваигба, ваигба, ваигба это такое слово, вия это как тело, что тело его умерло и умер он. Там написано, да? Ваимат, Авраам, Бесейвату, Ва, в седине, в доброй седине, Закен, он был уже старец, Весавеа, и он насытился уже жизнью. Ваиасеф, Элямаф, и присоединился он к его народу, то есть он ушел дальше к своим праведным предкам, которые были перед ним. А праведные предки перед ним какие были? Мы знаем, Ноах был праведник, например. То есть были в каждом поколении, были праведники, но они свое знание скрывали. В чем отличие Авраама от всех остальных? Он делился своим знанием. Все, что он узнавал о Боди, его была цель приблизить весь мир ко Всевышнему, и мы видим, что он справился. Мы видим, что сейчас все люди, которые знают о Боди в мире, они знают от Авраама, включая восточные народы, включая японцев, если они знают, китайцев и так далее. То есть все, что в мире известно о Боди на сегодняшний день, это все известно от Авраама. И религии, которые говорят действительно ближе всего о Боди, о Творце Мироздания, так и называются авраамические религии. Это иудаизм, христианство и мусульманство. Это три авраамические религии. И мы пришли к тому, что сейчас, как раз в прошлом году, заключили мирные соглашения между Израилем и арабскими странами, называются как СКМА Авраам, соглашение Авраама. То есть, представляете, какой был человек? Это было четыре тысячи лет назад. И насколько чисто, четко, красиво он передал свое знание о Боди миру. И девятый отрывок, в Эйберу, то и похоронили его Ицхак в Ишмаэль. То есть, Ицхак и сын его от Агари Ишмаэль вместе Банав. Они шли как сыновья, они помирились. И Ишмаэль, так как написано, Ицхак и Ишмаэль. Ишмаэль признал, что Ицхак получает на... Эль-Маратовах была, похоронили его тоже в пещере. Эль-Сдэй Фрон, на поле, которое он купил у Эфрома, Бенц Цахара, Хитийца, которая рядом с Мамре, городом Мамре. Асадек, это поле, которое купил Авраам у сыновей Хета, там он был похоронен. И Сарай, что? И Сара, его жена, тоже была похоронена там, называется глава жизни Сарай. То есть, их вместе похоронили. Отлично. А Агарь и Ишмаэль похоронены, знаете, где? Там, где Мека. Мека, вот этот вот для мусульман святой камень их. Это как раз там похоронено в Меке Агарь и Ишмаэль. И там есть то место, которое святое для мусульман. Это то место, где Авраам обучал Ишмаэля Торе. И там есть отпечаток на Ди Авраама. То есть, вот там, где Мека, вот этот вот, где у них паломничество. Одна из пяти заповедей ислама. Там есть отпечаток на Ди Авраама. Очень интересно, да, посмотреть было бы. Но туда не пускают ни мусульман. А так как я не мусульманин, то и посмотреть, может быть, удастся. Только через интернет надо будет погуглить. И вот, значит, что здесь еще интересное. Очень интересная здесь одна деталь. Я вчера услышал такие девориа, красивые. Значит, откуда Сара узнала про Марата Махпелла и почему именно Авраам хотел ее похоронить именно там. Известно, что когда Авраам сидел после обрезания на третий день, то Всевышний послал ему трех анделов. И Авраам, когда им хотел зарезать теленка, то теленок убегать начал. И Авраам побежал за ним, бежал он, бежал за ним. И теленок забежал в пещеру. Авраам зашел за ним в пещеру. А в пещере был свет. И Авраам увидел, что это за свет. И оказалось, что там... Значит, что делает в этот момент Сара? Сара ему говорит, Авраам, я хочу быть похоронена там. Все, у меня теперь есть цель, сказала Сара. Я хочу быть там похоронена. Я была там похоронена. Ну, Авраам, значит, когда запомнил это. И когда умерла Сара, он пошел покупать эту пещеру, это поле и эту пещеру. И когда умерла Сара, Авраам сказал, эспет, это поминальная речь о Саре. И что он о ней сказал? Он, когда вышел, поминальная речь, собрали все великие люди того времени, сын его. И он говорит, эшет хайль ми им ца, кто найдет себе доблестную жену? Варахок ми пни нем михра. Значит, больше, чем жемчуга ее цена. Батах ба лев ба ла. Уверен в ней сердце мужа. И не будет у него недостатка ни в чем. Она ему воздает добром, а не злом. Откуда мы знаем, что он сказал? Потом царь Соломон в пророчестве, он услышал этот эспет. И он записал его в книге-притче. Это 31 глава. Эшет хайль. И то, что мы поем в шаббат своим женам. На шаббат поют, да, в еврейских домах, кто соблюдает шаббат, обязательно поют эту песню. На вечерней трапезе мы сегодня будем ее петь. И там, это был эспет, это была поминальная речь, которую Авраам сказал о саре. И там есть седьмой отрывок. Что интересно, что эта речь, она написана, каждый отрывок идет на букву. Алиф, Бет, Димыл, Гмалтыутов, Велора, Колемехаим, Хаея Дарша Цемеру Пиштим. То есть идет по алфавиту. И там седьмой отрывок, можете проверить. Есть такие слова. Задумала она приобрести поле и взяла его. Это он сказал. Он тогда как раз стоял возле Маарата Махпыла. И он говорил о саре. Задумала она это поле купить. Все, что она задумывала, у нее получалось. Это интересное такое. Я слышал красивые девуляторы. И она выбрала себе это место для захоронения. Задумала, попросила мужа. Муж его это поле купил. И, значит, похоронена она была там. И Авраам тоже был потом рядом с ней похоронен. Дальше. И было после смерти Авраама И благословил всесильный Ицхака, сына его. И поселился Ицхак возле колодца Лахайруи. Это было, помните, когда он пошел молиться. И приехала Ривка. Он как раз тоже был там. Это было место, куда он все время ходил молиться. Это было для него место силы, место святое место. Он там чувствовал самую большую святость. И когда умер Авраам, он там поселился в этом месте. Потому что для него была связь с Богом самое главное. Место было пустынное, далеко от людей. И если Авраам, он ходил и проповедовал, он всех включал в веру во Всевышнего, то Ицхак занимался внутренней работой. То есть он очень был погруженный в себя. Он олицетворял другое качество. Авраам олицетворял хесет. Хесет, милосердие, всем давать. А такой экстраверт. А Ицхак, он был интроверт. Гвура. Это сила, мощность, закрытость. Он был такой интроверт внутри себя. И он там поселился далеко от людей. Велит Олдот Ишмаэль. И дальше нам Тора сообщает родословие Ишмаэля, сына Авраама, которого родила ему Агарь Мицрид, рабыня Сары Аврааму. Значит, вот и идут имена сыновей Ишмаэля. Это было 12 родоначальников племен, которые до сих пор очень интересны. Знаете, уст на Тора нам говорит, что если в других народах были родоначальники народов и народы назывались как-то по-другому, то у сыновей Ишмаэля они были самые шомраним. Шомраним это самые сохраняющие традиции. И они назывались, их племена, вот эти бедуинские, которые там путешествовали, кочевали по Саудовской Аравии, Аравийской пустыне, они сохранили название именно сыновей Ишмаэля. И прямо я в Википедии проверял, что есть родословие, например, пророк Мухаммед, он вел родословие до сына Ишмаэля. Он знал, от какого сына Ишмаэля идет его род. Прямо четко они знали, как они называются, вот этот вот род, от которого он принадлежал. И идут их сыновья, этих сыновей Ишмаэля. И написано, Вот годы жизни Ишмаэля. Ишмаэль прожил сто тридцать семь лет. И тоже он, и умер он, и приобщился он к народу его. То есть Ишмаэль тоже верил в единого Бога, был сыном Авраама, и значит он поднялся тоже туда же, где находился Авраам, его папа. И они населяли все пустыни, которые были между Египтом и Саудовской Аравией, и Африкой. И значит, Ион Альпней Коль Ихав Нафаль. И он на всех своих братьев, он нападал. Значит, он, Ишмаэль, они были очень воинственные такие племена. И что интересно, это тоже я слышал буквально недавно, что вот эти вот племена, которые жили в этой пустыне, Мидианитяне, Итро, помните, был Итро, вот эти вот потомки Ишмаэля, они знали про Всевышнего. То есть у них сохранялась эта традиция, и когда Бог открылся Машер Абейну в Мидиане, то там жили племена, и я слышал одного профессора лекцию, он говорит, что вот это четырехбуквенное имя Всевышнего, значит, в Египте нашли, на пирамидах нашли записи, которые еще до того, как евреи там были, что есть племена в пустыне, как-то были написаны племена этих кочевников, да, которые молятся Богу, вот этому Богу, Творцу неба и земли, то есть потомки Авраама, Авраам, он распространял веру про Бога, и дальше в каких-то тайных, каких-то, знаете как, выдал верить намного проще, да, люди, на самом деле вот люди, ну вот, чем объяснить успех МММ, вот все же говорят, ну невозможно столько зарабатывать, это обман, не бывает 30% в месяц, 360% в год, но если бы можно было так зарабатывать, так банки бы, или там любой миллионер, любой миллиардер, он бы это делал, и тут приходит Мавроди, какой-то совершенно неадекватный тип, да, и людям говорит, вы знаете, дайте деньги, и значит 30% в месяц вы будете зарабатывать, и люди верят, я когда-то разговаривал с теми, которые в этой системе были, но которые были ее как бы организаторы, и они говорят, вы знаете, говорит, вот просто люди, вот когда они слышат какую-то цифру, которая там 30%, у них жадность отключает им мозг, и дало поклонство, это было примерно такой же эффект, то есть тут верить в какого-то бога непостижимого, которого бесконечный, как его зовут, и непонятно, что он от меня хочет, или там понятно, какое-то идолопоклонство, набухаться, разврат, там, и так далее, то есть людям намного проще было служить идолом, но всегда сохранялись, во всех поколениях сохранялись такие люди, как Авраам, как Ноах, то есть были люди, которые знали о существовании единого бога, они были всегда в меньшинстве, они были всегда чуть-чуть отделены от этого мира, такого мира, в котором, ну, мир лжи называется этот мир, он такой называется иллюзия, да, такой иллюзорный мир лжи, и, значит, основателем, человеком, который нес истину миру, это был Авраам, и мы сейчас прочитали, замечательную главу закончили, которая называется «Хаей Сара, жизнь Сары», и в этой главе мы узнали, как была похоронена Сара, был похоронен Авраам, был похоронен Ишмаэль, и Ицхак женился на Рифте, в следующей главе мы узнаем, что же было дальше, все, сегодняшний урок для полного выздоровления, Лери Фуашлема, Рита Бадбася, слава Богу, что идет на поправку, Мойши Бен Рина, дай Бог ему здоровья, силы, чтобы он выздоровел, и все, кто нуждается в выздоровлении, чтобы Бог услышал ваши молитвы, чтобы есть такой закон, что когда ты хочешь, чтобы Бог ответил на твою молитву, начни просить то же самое для другого, то, что нужно тебе, и, значит, и благодарить Всевышнего за все хорошее, что есть у тебя, и тогда Всевышний услышит твою молитву, два лайфхака таких, поэтому, и чем больше людей скажет «Амэн» на твою молитву, что истинно поддержит тебя, тем лучше, поэтому я говорю «Амэн» на все ваши молитвы, вы говорите «Амэн» на все мои молитвы, чтобы был мир на земле, чтобы были все здоровы, счастливы и служили Всевышнему. Все, удачи, успехов, шаббат шалом, всем шаббат шалом, до воскресения.